Самур приехал в Одинцово из Санкт-Петербурга на чемпионат федеральной службы исполнения наказаний по комплексным единоборствам. В этом виде спорта он выступает недавно, но уже есть значительные успехи. Для себя хочу, конечно же, оказаться победителем данного турнира. Шансы свои оцениваю высокие, потому что никаких преград не вижу. Всего побороться за победу приехали 39 команд со всей России. Борцы выступили в состязательном поединке, а также показали свои навыки ударной техники. Я очень рад, что мы вернулись к проведению чемпионатов в Син-России, потому что был период времени, который мы не проводили чемпионаты. Хотя по постановлению правительства это является служебно-прикладным видом спорта Федеральной службы исполнения наказаний. Но мы проводили ежегодно Кубок ДСА в России, проходил ежегодно международный турнир на Кубок ОТКБ. Поединки прошли в восьми весовых категориях, как среди женщин, так и среди мужчин. Организованно на высшем уровне не ожидал. Прямо в Рязань тоже ехал по боевому самбо. Пару месяцев назад по Син-Син-Боевому самбо туда тоже ездил. Такой же уровень. Пришла во ФСИН. Я выступала на соревнованиях по рукопашному бою. Надежда Николаевна меня заметила. Надежда Николаевна полковник внутренней службы. Она меня заметила и предложила мне вступить в их сильную команду. Я согласилась. Она меня устроила. Я также тренируюсь, выступаю и работаю. В системе ФСИН служили разные люди. Один из ярких представителей – писатель и журналист Сергей Довлатов. В 1962 году за неуспеваемость он был отчислен из Ленинградского университета и призван на службу в армию, где попал в систему охраны исправительно-трудовых учреждений на севере Коми. Прослужил там три года и написал книгу «Воспоминания зона». В его рассказах представители конвойных войск предстают людьми физической силы и выносливости, а также высоких морально-волевых качеств. И соревнования тому подтверждения. В этом году соревнования продлятся до 26 мая. Тогда за золото будут бороться финалисты, которые войдут в состав сборной ФСИН России. Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.